Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. Начинаю с запеканки. Я беру 300 грамм творога жирностью 5% и добавляю сюда 4 яйца. Всё перемешала в однородную массу. Теперь я беру вермишель, уже отварную. Я взяла 150 грамм крупной вермишели из твёрдых сортов пшеницы. Обязательно из твёрдых сортов пшеницы. Это тема короны, которой можно тем, кто худеет. Отварила до готовности. На одну минуту меньше варим обязательно. Допустим, если написано варить 7 минут, значит варим 6 минут. У меня со 150 грамм получилось 440 грамм уже отварных макарон. Добавляю их в массу. Сюда же добавляю 100 грамм на тёртого на тёрке сыра. Сыр, яйца, макарон. И на это можно худеть. Однозначно. И сюда же натру 2 небольших зубчика чеснока. Затем я беру кабачок 600 грамм и нарезаю соломкой. Именно нарезаю, не на тёрке. Потому что если потереть на тёрке, сразу будет выделяться сок. А нам этого не надо. Просто мелко нарезаем. И нарезанные кабачки добавляем в массу. Солим по вкусу и перемешиваем. Очень хорошая масса. Вот эти 100 грамм сыра превращают 300 грамм творога тоже в сыр. И выкладываю готовую массу на противень, смазанный маслом. Масло у меня было 5 грамм жирностью 82,5%. Я смазала бока и дно противня. Выравниваем запеканку по всей поверхности. И уже отправляем в таком виде в разогретый духовой шкаф до 180 градусов минут на 30. И пока запеканка в духовке, я приготовлю очень вкусный, полезный салат. Мы его называем логово витаминов. Потому что в нём очень много витаминов полезных, свежих и вкусных. Значит, основой для этого салата у меня служит портулак огородный. Это такое овощное растение, дикорос полезный. Вот. Если портулака нет, можно использовать как основу либо, например, свежие огурцы, либо болгарский перец. Это вполне подойдёт вместо портулака как основа. Я его мелко нарежу. Портулак берём до цветения, когда он сочный. Такой молодой, хрустящий. Очень много сока. Ну, если для салата. Для салата, да. А если варить, то можно и после цветения тоже. Да, абсолютно верно. Портулака у меня 300 грамм. Теперь я нарежу зелёный лук, укроп с петрушкой и кинзу. Я взяла всего по 25 грамм. Ну, здесь не обязательно, конечно, такая точность, потому что всё это полезное, низкокалорийное. И это не важно, сколько чего возьмём. Листовой салат зелёный также нарежу некрупно. Зелень вся нарезана, подготовлена. Теперь слегка выдавим немного лимонного сока. Освежим. Ну, по желанию, конечно. Поперчим. Чёрный молотый перец немного. И посолим по вкусу. Всё, сейчас перемешаем. Салат готов. Трудно найти более полезный салат и более быстрый в приготовлении. Здесь и масла не будут, да? Нет, сейчас мы перемешаем, а потом уже заправим маслом. Теперь уже добавляю одну столовую ложку нерафинированного растительного масла. Всё перемешиваю. Салат готов. Аромат от этого салата просто потрясающий. Прошло не 30, а 40 минут. Запеканка полностью приготовилась. Смотрите, сверху она так ярко не зарумянилась, потому что для того, чтобы она зарумянилась, нужно смазать либо яйцом со сметаной, тогда она зарумянится. А это всё-таки лишние килокалории. Дадим немного ей отдохнуть и затем будем подавать. Прошло минут 10 где-то. Переворачиваю на доску запеканку. Вот такая вот с другой стороны. Она красивая, румяная. Вообще не ожидал. Очень аппетитная. Никакой жидкости. Ничего. Супер. Не ожидал. И нарежем на порции. Вот так хорошо она режется, хотя ещё очень горячая. Так, открываем. Что у нас тут? Совершенно потрясающая запеканка. Очень красивая. Очень нежная, сочная, вкусная, ароматная. Ну, я не знаю. Это, мне кажется, самая лучшая запеканка, которую я пробовала. И при этом всё форма держит. Форму держит. Всё отлично. Всё прекрасно. И к нашей шикарной запеканке подаём вкуснейший салат Логово Витаминов. Этот салат вообще ко всему подходит. К мясным блюдам особенно. Он очень вкусный, сочный. Очень освежает. Просто самостоятельно даже. Да. Это, кстати, салат моего супруга Ибрагима. Это он начал делать. И я попробовала. И говорю, ничего себе вкуснятина. Так-то я зелень в таких количествах не особо. Но в этом салате можно есть прям очень много. Очень вкусно получается. Значит, ну, салат с салатом. Хоть это и зелень. Всё-таки пищевая ценность у него всё равно есть. Всё зависит, конечно, от растительного. От количества растительного масла. Сколько мы его заправили. Пищевая ценность моего салата на 100 грамм. 45 килокалорий. Вот. А пищевая ценность запеканки 110 килокалорий на 100 грамм. То есть пищевая ценность для такой запеканки творог, сыр, макароны твёрдых сортов. Это яйца. Это абсолютно потрясающая калорийность. Всего-навсего 110 килокалорий. Не забываем, что мы похудели из-за того, что ели на один раз порцию, не превышающую чашку, объёмом 300 миллилитров. Только то, что в неё поместится. И благодаря этому мы, конечно, похудели. Такая запеканка подойдёт и на завтрак, и на обед. Весь день будет сытым. Вы будете в прекрасном настроении. И день пойдёт, как говорится, по плану. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.